Презентации японских высших учебных заведений Сегодня у нас 10 университетов здесь представлены Сейчас каждый университет представит вам свою презентацию Расскажет о себе, о своих программах для иностранных студентов и так далее И откроет этот блок университет Ханадзаба Здравствуйте, студенты Московского государственного университета Дорогие гости, дамы и господа Меня зовут Аида Мамедова Я представляю университет Ханадзаба Кто-нибудь слышал про нас? Ой, один, два, три Да, очень рады, есть даже знакомые люди, очень рады вас видеть Все мы, конечно, знаем города Токио и Киото Естественно Ну что же делает у нас такими особыми Канадзабами? И почему студенты нас выбирают? Это голос наших студентов, которые вы можете вот сейчас прочитать сами Тут у нас им удобно учиться, им удобно очень жить Им удобно освободить здесь много друзей А также здесь очень много местных жителей Поэтому если вы хотите выучить японский язык, это самое рекомендуемое место Здесь мало кто говорит измешанную жизнь на английском языке Канадзаба Он находится всего лишь два с половиной часа Если ехать от Токио И приблизительно точно так же, если ехать от города Киото И он находится к японскому морю Что делает удивительную его культуру Такие как еда Традиционные академии изделия Что можно еще увидеть в Канадзабе? Во-первых, нужно отметить, что Канадзаба Это он входит в сеть ЮНЕСКО ЮНЕСКО по ЮНЕСКО Creative Cities И выбран наш город по именно ФОЛК АРТС Это самая красивая станция нашего города и во всего мира То есть это станция Канадзаба Эй Еще у нас есть очень красивый замок Представляете, ребята, что раньше наш университет находился в самом замке Прямо внутри замка Это один из самых красивых садов во всей Японии Он третий по красоте Называется он Кэмдокуэ Показываю я вам эти картинки потому, что они красивые А потому, что мы очень тесно связаны и по охране этого Наш университет сотрудничает по охране этого сада Это наш университет, который был переведен из замка в горную часть В горы была, собственно, на половину И вот наши зимние и весенние времена года У нас до сих пор очень много медведей выходят И каждую неделю, вот этим летом у нас каждую неделю выходили в горы С кем мы очень хорошо живем и содействуем Хорошо, а что можем мы предложить как в области обучения по Канадзабе? Наш университет предлагает для бакалавров практически все направления Это и гуманитарные, это и естественные науки, и механические, технические науки А также у нас очень много развитофарматические и медицинские курсы То есть мы выпускаем и врачей так же А что мы предлагаем для студентов, которые хотят поступить на магистратуру и аспирантуру? Практически те же самые факультеты Наш университет, он классический И вы можете выбрать здесь любой факультет, который вас интересует И стать его специалистом Я не буду останавливаться на деталях, потому что у нас очень много презентаций Нам дается все же очень короткое время Всем, которые желающие, попозже можете подойти к нам и спросить Дальше, что мы предлагаем, это обмен студентов на короткие программы В основном это обмен по японскому языку, японской культуре Студенты могут учиться у нас в год, семестр или же три месяца Различные программы предлагают различные скалыши Так же вы можете получить Вот, например, одна программа, касающаяся нашего культурного обмена Здесь у нас мы предоставляем 18 курсов Помимо японского языка вы можете выбрать любой из них Кстати, с Московским государственным университетом у нас тоже есть партнерство И эти обучившиеся кредиты вы можете использовать в своем университете Мы предлагаем также и, как видите, и каратэ, и гудо, и разные любые программы по культуре Почему культура? Потому что люди, которые были у нас в городе И вы уже знаете, что Конозава это была одна из старейших культурных городов в Японии Которому уже больше, чем 400 лет И за 400 лет он ни разу не подбегался войне И даже после Второй мировой войны город не был бомбардированный И там остались вся старейшая архитектура, дистрикты и самураев, и гейши и так далее И каждое лето мы проводим вот такие парады, которые именно и приветствуют наш город Университет имеет очень много партнеров по всему миру У нас 270 партнеров университетов по всем странам Если поделить это по карте, то у них будут вот такие числа Останавливать я не буду и буду дальше И количество студентов, она возрастает у нас каждому году И вы можете увидеть, что у нас даже вот эта серая графа Она показывает, что студенты это самооплачивающие студенты То есть они желают даже приезжать к нам даже и по самооплачиванию Потому что программа очень интересная А эти студенты бюджетники Мы предоставляем большую возможность для жилья в нашем университете А также системы тюдоров, когда к вам присоединяются японские студенты И помогают в вашей ежедневной жизни У нас очень много шансов и очень много программ для обучения в нашем университете Если вам будет интересно, пожалуйста, подходите Мы находимся прямо у входа в этот зал Спасибо большое за внимание Далее у нас представители из древнего города Киото, или Киото, как мы будем в России, да? Киото университет на иностранных физических учреждениях Киото университет на иностранных физических учреждениях Киото, как вы знаете, мы находимся в центре Киото-шти Киото-шти, где есть много разных шриней Киото университет на иностранных физических учреждений Для таких наностранных физических учреждений Окей, мы实ливаем Киото университет на направлении hierо- университет THIS же университетنا Университет и университет В��ситетеллица НЬ millions- Crime киото Университет три года недавно Оно Pereситута Модельה Испонственно 上 В этом году мы находимся в центре города. Мы находимся в центре города. Мы находимся в центре города, в городе, особенно в России. В Москве, Московский университет, это очень важный партнер. Университет состоит из двух факультетов. Один из факультета, один из факультета, и факультета, и факультета. И в следующем году, в прошлом году, в республике Российский университет будет установлен в университет. И это будет область по-моему, еще перенослено. Например, мы находимся в бензампе к chattering, все-как body, including бензампе и декап Franc future سlow- пять. В изглобном стился добрый ларбов бензампе с entreprises ставь св matar бензам апрел или с thемтем lips мы проводим в гондоне. Продолжение следует... 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 Университет Фасена, факультет международных гуманитарных исследований я буду представлять сама. Меня зовут Елена Шатрина, я осущный профессор на этом факультете. Итак, сначала я немного расскажу о университете Фасена, а затем непосредственно освещу те направления обучения и образования, которыми славится факультет, на котором я работаю в университете Фасена. Ну, в принципе, было уже отмечено, что сейчас блок университетов столичных, поэтому, я думаю, нет нужды говорить особенно много о Токио. Город, в принципе, достаточно известный своими очень ценными для молодых людей качествами, например, безопасностью, поэтому вы можете некоторые оценки здесь в рейтингах увидеть. Кроме того, город, конечно же, славится своими кулинарными изысками, и в этом смысле тоже отметки достаточно высокие. Но, кроме того, Токио также оценивается как один из самых привлекательных городов для студентов, потому что не только безопасно, но и в Японии, пожалуй, это возможность самого разнообразного образования и развития своих способностей в самых разных областях, дополнительно к тому, что вы изберете на себя в университете. Если говорить о университете Маседа, он основан в 1882 году, один из самых узнаваемых, почитаемых, уважаемых университетов. Во многом такая характеристика очень обоснована, потому что много действительно знаменательных и выдающихся людей являются выпускниками Университета Маседа. Писатели, литераторы, спортсмены известные, ну и кроме того, конечно же, политики, экономисты. В частности, Университета гордится тем, что все премьер-министры являются выпускниками Университета Маседа. И кроме того, очень успешный бизнесмен, включая, например, топ-менеджеров компании, одной из известных в последние несколько лет в России, так же, не легко. Поэтому, я думаю, что такие характеристики позволяют действительно не сомневаться в качестве закупору университетского образования Университета Маседа. Очень естественно, ждут имеющий вопрос, насколько реально обучение в японских вузах, если вы не являетесь получателем стипендии Университета Маседа. Нужно сказать, что стипендия Университета Маседа, конечно же, это самый привлекательный вариант. Тем не менее, университеты все предлагают свои какие-то особенные пакеты стипендий. В Университете Маседа тоже имеет достаточно большой спектр стипендриальной поддержки. Тем не менее, нужно объективно понимать, что такая поддержка будет меньше. Поэтому вам необходимо будет подобно таких трудных способов, например, подработки, которая официально разрешена. Если такие вопросы у вас будут, пожалуйста, подходите. Я немного на этом установлюсь подробнее. Итак, сейчас я бы хотела более предметно перейти непосредственно к факультету, который я представляю. School of Education and General Studies. Вы можете заметить на этой схеме, что в Университете Маседа в последнее время очень интенсивно отрабатывается блок преподавания на английском языке. Есть по-прежнему те факультеты, которые предлагают программы образовательные только в лимфоцком, в частности, право, образование, коммерция. Но в последнее время тенденция такая, что это на самом деле очень ощутимая, направленная такая политика и правительство, и по иммунистерству образования, и университеты активно отрабатывались на это. Программы, которые продаются на другие языках, в частности, связанные, допустим, с подвечными кодемическими науками, культура, в связи с массовой информацией. Итак, интернациональный футбол выбрал Сталис. Это факультет, о котором я буду говорить. За неименем времени, к сожалению, я должна буду достаточно быстро попытаться охарактеризовать наш факультет. На нашем факультете работает очень интенсивно такая группа, команда профессоров, преподавателей, то есть большого количества стран. У нас преподается много языков, естественно, языки азианские, в дополнение к японскому языку преподаются китайские, корейские. Кроме того, и такие европейские языки, как итальянский, французский. У нас очень сильные преподаватели, которые специализируются именно в лингвистике и обладают очень высокими квалификациями. Если говорить о величине десятых, которые преподаются, это просто для того, чтобы вы представили себе разброс. Есть, например, гендерные исследования, есть у нас преподаватели, которые очень серьезно занимаются исламных Сталис, преподаватели, которые занимаются средствами массовой коммуникации. Естественно, есть политицированные преподаватели, чей интерес сосредоточен на японской экономике и политике и так далее. То есть, как вы можете заметить, спектр предлагаемых дисциплин достаточно обширен, на самом деле, огромен. С этой целью можно сказать, что дисциплины, условно говоря, сформированы в семь кластеров. И на самом деле, когда мы составляем корреклум и думаем о том, как нам улучшить образование, у нас работают семь таких вот комиссий. Они коррекиальные, это не означает, что там какой-то есть очень серьезный административный подход. Тем не менее, коррекиально мы рассматриваем возможности улучшения преподавания в этих семи кластерах. Опять же, вы можете обратить внимание, что есть кластер связанный с окружающей средой, есть кластер связанный с религией, философия истории, экономика и бизнес. Цикл дисциплин собран, сконцентрированный в кластере международные отношения, права человека, коммуникацион один из кластеров, эксплашн. В общем, это те дисциплины, на которых является развитие различных творческих талантов и способностей, связанных с писанием книг, например, с переводами и с различными другими видами искусств и выражения, самовыражения. Таким образом, нужно отметить еще осознанность, которую действительно очень выгодно отличает с уровня нашего фиберал-стадии СИЛС. Как я заметила, это один факультет, который в целом строит преподавание на английском языке. Тем не менее, с 2012 года наш факультет основал такую программу, аббревиатура НТМ. Смысл ее состоит в том, чтобы в дополнение к более углубленному изучению иностранного языка дать наполнение контентное. В том смысле, что если у студента есть интерес к изучению литературы, истории, политики, экономики на языке, кроме английского, такая возможность существует применительно к языкам французскому, испанскому, китайскому, корейскому. У нас есть преподаватели, для которых не только лингвистика, специализация, но и вот эти названные самые различные области. То есть это на самом деле в последнее время достаточно большую, тоже дополнительную прилипательность нашему факультету создает. Если у вас возникает вопрос, где же наши выпускники себя находят, эта иллюстрация позволит вам составить представление, где производство, финансы и страхование, конституционные услуги и так далее. Кроме того, нужно сказать, из порядка 500 выпускников недавнего 2018 года, порядка 10% студентов, бывших студентов, выпускников, решили продолжить образование на мастерских программах. И были, кстати, успешные одобренные заявки в Гарвардс, Кембридж и так далее. То есть это, опять же, подтверждает нашу квалификацию. Пожалуй, на некоторых аспектах я останавливаться не буду, потому что я должна соблюдать свое время. Следует только отметить, что существуют программы обмена. В этом случае полгода или год продолжительность этой программы. Если интерес, у вас существуют более предметы, пожалуйста, найдите меня, я готова поговорить более подробно об этом. Что касается приема на наш факультет, здесь схематично очень отображено, какие документы требуются, какова процедура. Опять же, дополнительные вопросы, пожалуйста, подойдите, и мы обсудим более предметов. На этом я, пожалуй, остановлюсь, и вы можете дополнительную информацию более подробно также получить посылки, которая здесь приведена. Спасибо большое за внимание. Здравствуйте. Всем привет! Это Йоко Шига из Токио Университета Полиэстудисты. Я хочу представить нашу университет, так что я бы хотел бы представить нашу университет. Я надеюсь, что вы понимаете, что вы понимаете нашу университет. Первое. Миссион нашей университет. Миссионов Ток Юниверситет,у runners, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова в мире и имеет полгода истории. В 2012 году эта института была сертифицирована в МЭКС как СТРА для английского языка и в образовательном образовании и практической учебной. И, если вы сейчас студент из 106 русских университет, Продолжение следует... 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 Интернационный студент, который был более чем 10,000 . Русский студент был более 16. Это тучи, который новый студент должен платить. Интернационный студент, который платит 1.5-летний. Продолжение следует... 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 Так что вы сможете улучшить свои возможности для проблем-солвения. Когда вы учите в Японии, почему вы не учите в Японии? Мы предлагаем интенсивный программ для интенсивных программ. Поэтому это бесплатно. Также мы поддерживаем Калининграду. Когда вы учите в Японии, вы получите английский, японский, а также английский. Вы expandите свои возможности и возможности работать в Японии. И это наши команды. Как вы видите, это есть различные страны. Он из Японии, он из Пакистана, он также из Японии, он из Киев, он из Турки, он из Японии. В Киеве, он из Киев, он из Киев. в Киодо. Мы создали в Киодо, в Киодо. Мы создали в Киодо, в Киодо. Я взял фотографию в два недели. В Киодо, в Киодо, в Киодо. Я хочу показать, что мы на Киодо, и нашел общим местом, в Киодо, в Киодо. Это мы проходим в Киодо, и мы проходим в Киодо. Учениваем, и мы отзываем в Киодо. Учениваем, на футбетском, и оскорбление, на Северный. Учениваем ли, для учениваемых. Учениваем. These are fees for initial costs. 1 Million Ocean Group. And, of course, we do have scholarship programmes. There are 3000 scholarships. 100%, 50%, 30% of the scholarship, are those tuition reduction? So let's say if you receive full amount of scholarship here, you don't have to worry about admission fees, tuition fees, it's going to be about 41,000 Russian rubles as an initial year. So this is shown at living expense in Kyoto per month. It's about 75,000 Russian rubles. Those are the application process. If you want to know more about details of the application process, please come to me later. Thank you very much. Hello everyone. My name is Kyoshi Tanaka, coming from Shinshu University. So today it's my great pleasure to explain our Shinshu University to you. So our university is one of the national universities in Japan and located in the central part of Japan. Here. So this area is called Nagamu prefecture. And we are in the high-end area, surrounded by mountains, called Japan Hours. So we can provide beautiful nature. It's different. Especially, we are very famous. We are very famous. Beaches, graves, and apples. And also, Japanese soba. This is very famous. And also, we can provide history rich and quiet environment. So one of the best places to study, I think, in Japan. So Nagamu prefecture is very well known as a popular tourist sport. For example, I can show some pictures. This is the Matsumoto Castle. And also, this is the ball Zenkoji Temple in Nagano City. So these are the national treasure in Japan. And also, this is the scenery of Kamikochi Highland. So in summer season, many people come to this area to do camping, trekking, mountain driving, and so on. And also, we have lots of snow in winter. And we have a number of very nice ski land in Nagano prefecture. And so, in this beautiful prefecture, we have five campuses, this past few, from north to south. Okay? So in Nagano city, we have two campuses. And in the east part, we have a greater campus. And then in the middle part, we have a Matsumoto campus. It includes headquarters here. And also, in the south, we have a inner campus. This is an access map to Shinshi University. And to Nagano and Uwella city, we can use a very high-speed train. And also, from Nagano city, we can access by using the normal train. And also, from Nagano city, we can access by using the normal train. And it takes about two hours, two months more times. So, we are in the mountain, but the access is very nice. Okay? So, this is a profile of our university. So, we are founded 1949, about 70 years ago. Right now, we have 11,000 students, including about 9,000 undergraduate students and about 2,000 undergraduate students. We have about 400 international students among regular international students. Half of them are graduates. We have eight faculties from the field of social science to science and technology. One is a faculty of art, faculty of education, faculty of economics and law, and in the field of science and technology, faculty of science and engineering, science and science and technology, science and technology, science and engineering. And also, we have a university academic course with about 800 students. So, we also have a graduate school. For the master course, we have a graduate school. And we have a graduate school in the field of social science, science and technology, and medicine. And also, we have a doctoral course for the graduate school of medicine, science, and technology. So, regarding the education, we can provide a variety of a unique Shinshu study education program. By making use of the regional resources in Shinshu. Because we have lots of natural resources. So, Shinshu is an outdoor study on nanowater view in the woods. And also, this is an ecological survey in the river. So, the river is very beautiful and lots of biology. And also, the project-based planning collaboration with the local government to study the Kura. It's a local storage house. It's very interesting. And also, the lake water quality survey for environmental protection. And also, the local water solving by discussing the local community in Sweden. And regarding the research. So, to promote innovation by conducting the world of research, we established inter-disciplinary transfer for cabinet research in 2014. Now, we purchase 60 research institutes such as super materials, airship space systems, mountain science, biometrial science, social systems, and fiber machine. So, one of the most advanced research in our university is carbon science. So, Professor Fenslow is a leading professor. He is the most proven professor you can know of twice as a bionium of carbon nanometer. The application area of carbon nanometer is very wide from the energy device, composite device, for example, for the membrane or water filtration. His biggest research project is an aqua innovation project by the scheme of CFOI. It's a very many years industrial project. And the purpose of this project is to build a society in which everyone can have the scheme and CFOI. And the design of the development of innovative water filtration information, hydrology and cyclist system by using nanometer. Also, another example is an artificial joint work. This project is directed by Professor Saigo. He is the director of biomedical research institute. And it's also a problem for the energy of the nanometer. By adding, carbon nanometer here is a more excellent chemical use in nanometer joint. We can dramatically improve the strength of the system and the brain. So, this project is featured by the screen. And you can see this project. This project is featured by the screen. So, right now, we have more than 300 attendees in world-wide. But, I don't know that we have to work with Russia. And we want to further advance economic cooperation with Russia. But it is a number of Russian internet systems too. So, if you are interested in our activities, please come to my desk for them. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Меня зовут Несечка Григорий Олегович. Позвольте вкратце представить университет Цукуба, где имен честь проучиться по стипендиям японского правительства в инфраструктуре и в инфраструктуре, и затем проработать в общей сложности около 10 лет. И представителем этого университета я сейчас являюсь в Москве. Знаете ли вы, что такое Цукуба, где она еще находится? Слышали? Я знаю, что кто-то здесь присутствует, кого я лично знаю. Очень хорошо особенно, но, может быть, не все знают. Цукуба находится недалеко от Токио сравнительно. Всего 45 минут до центра японской столицы, до станции Альфтабара. Это такой небольшой академ городов, 200 тысяч жителей, в часе езды от Токио на зеверо-восток. И он основан менее полувека назад на севере равнина Като, самая большая равнина Японии, непосредственно близости от очень известной горы Цукуба. Вот она, виднеется на заднем плане. И по имени этой горы, не был ни разу, он город. Там находится не только университет Токуба, но еще порядка 200 государственных и частных научно-исследовательских организаций, как крупных институтов, так и венчурных интерьерах, чего там только нет. В общем, это город науки. В прямом смысле этого слова говорят, что каждый десятый житель Цукубы — это ученые. История непосредственно Цукубы на том месте, где сейчас находится кампус, насчитывает и не полувека, как и в случае самого города. На самом деле, в качестве приемника Токийского бедагогического университета данный УЗ имеет более длинную историю, около полутора веков. Уже после того, как в Цукубу будет перенесен университет и стал университетом широкого профиля, и очень быстро получил мировую известность. Три университета непосредственно связаны с Цукубой преподавали, там часть из них были ректорами университета. Очень силен университет и в спорте, там 92 олимпийских и параллельмпийских медали связаны, так или иначе, с Цукубой, и много исследований в спортивной области тоже проводятся. Вот вы видите кампус университета, один из самых больших в Японии, наверное, следующий. Университет является лидером по научной деятельности, входит в список 11 японских научно-исследовательских университетов. Также по разным рейтингам обязательно входят в десятку лучших японских вузов. Вот один рейтинг вам показывает, что это седьмое место. Всего в Японии чуть менее 800 вузов. Более почти 20 тысяч студентов учатся в Цукубе, 10 тысяч – это бакалавриат, остальные – уже к летию, то есть магистратура, рефература. Видите, 2,5 тысячи преподавателей, примерно столько же административных сотрудников. Очень много разных факультетов, они отдельно существуют. И структура разнится в зависимости от того бакалавриата, это или магистратура, или бакалавриатура. Достаточно вообще экспериментальный университет, потому что в 70-е годы его создавали с нуля, там многое не похоже на другие японские вузы, и университет постоянно экспериментирует с академическим календарем, или там в свое время триместры. Сейчас там два семестра, как у остальных японских вузов, то есть можно поехать учиться либо с октября, либо с апреля, когда в японии начинается учебный год. Много программ на английском языке, ставится все больше и больше, то есть не обязательно знать японский. Те, кто изучают японский, конечно, там очень сильная школа преподавания японского языка как иностранного, то есть практически по любой специальности вы найдете для себя подходящий факультет. Университет расширяет последние годы связи с Россией. Более десяти договоров существует. Если говорить о Москве, это Московский государственный университет, Московский городской педагогический университет, это Российский национальный исследовательский официнский университет, университет физической и спорта молодежи и туризма, Российский государственный университет и в других городах России тоже много партнеров, как вы видите. Существуют различные программы как стажировок, так и круглосрочных поездок в эти университеты, из этих университетов. И университет планирует и дальше развивать сотрудничество с Россией. Вы видите, иногда бывает холодно в Губе, но, конечно, намного теплеще. Здесь хорошие комфортные условия для жизни, строятся новые общежития постоянно. Библиотека — одна из самых крупнейших университетских библиотек в Японии, где вы можете получить очень свободный доступ к книгам. Хорошие условия, связанные с питанием, с организацией вашей внеурочной деятельности, свободного времени, много дружков. В общем, если вы захотите ехать, поехать с группы на учебу, вы точно об этом никогда не прошли. Ведь этот город связан с наукой, безусловно, поэтому очень много разных музеев, есть экспозиции, посвященных этому по городу. Есть и роботы, постоянно какие-то, потому что очень много исследований в этой области проводят. Поэтому будет вам интересно, и вы на институале тоже там проводите. Жень, у нас совсем нет времени, поэтому в конце я хотел бы вам представить вот эту программу. Она связана с Computer Sciences, с информатикой, это магистрская и докторская, да, эспиранская программа, по которой вы, если поступите на эту программу, можете гарантированно получить автоматическое вместе с поступлением стипендию японского правительства МЭКС. Сейчас как раз можно подавать на эту программу. Если вы заинтересовались, то подробности вы можете узнать на стенде университета Цукова, который находится вот слева от меня, в той стороне. Спасибо за внимание. Уважаемые господа, далее университет Нейгата приглашается для презентации. Добрый день, дамы и господа. Я с удовольствием хочу представить университет Нейгата. Университет Нейгата расположен очень недалеко от Токио. Всего за два часа можно добраться туда на скоростном поезде. А также из нашего города легко добраться в любой крупный город Японии. Город с населением 800 тысяч человек очень удобен для жизни и представляет все достоинства как крупного мегаполиса с его богатой инфраструктурой, так и возможность уединения и общения с природой. Наш университет был основан как общеобразовательный государственный вуз в 1949 году. Сегодня в нем обучается около 12 300 студентов и аспирантов. И в совокупности с 3 000 преподавателей и всевозможными окружающими персоналами это делает наш университет одним из крупных в стране. Мы предлагаем образование на 10 факультетах. И в общей сложности есть возможность обучаться на 63 программах всевозможного образования. Что касается постдипломного образования, все абсолютно направления, поскольку университет национальный и общеобразовательный, то есть возможность обучаться 2 года в магистратуре и 3 года в аспирантуре, то что мы называем PhD course. Абсолютно по всем специальностям на прежнем слайде обозначены на факультетах. В нашем университете есть еще 2 научно-исследовательских института и 3 научно-исследовательских центра, а также университетская больница. Будучи в Санкт-Петербурге день назад, мы заметили, что среди людей, проявляющих интерес, есть не только нынешние будущие студенты и аспиранты, а также к нам подходили уже состоявшиеся исследователи, ищущие партнерство, поэтому я обязательно хочу остановиться на уникальных исследованиях, проводимых в нашем университете. Научно-исследовательский институт мозга. Это был первый в Японии аферированный исследовательский институт, созданный при университете. И по сей день он удерживает позиции лидирующего института в своей области в Японии. И кроме этого, с 2016 года высокая оценка деятельностей и накопленных исследовательских результатов привела к тому, что Министерство образования, науки, спорта и технологий Японии сделали наш центр центром совместного использования данных и результатов исследований. Это означает, что более 300 организаций лечебных и исследовательских по всему миру и в Японии имеют возможность вместе работать над проблемами предотвращения и лечения неврологических заболеваний. Еще одна уникальная особенность – это наличие в нашем корпусе, где функционирует медицинский и стоматологический факультет, есть крупная больница, предлагающая не только горожанам медицинское обслуживание самого высокого уровня, но и позволяющая нашим студентам получать как клиническую практику, так и ценившие знания в области управления лечебным учреждением. В частности, сегодня самый первый спикер, господин Иосиф, очень красиво, роскошно объяснил и особенности медицинского обслуживания в Японии, распространение электронных карт и прочих систем управления информацией, там стоят изучение и наши студенты высоко оценивают возможность получать параллельно и эти навыки. Научно-исследовательский институт по изучению стихийных мест для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Никакого не секрет, что Япония – это страна каждый день, живущая обо всем всевозможными катаклизмами и вынужденная решать их проблемы и предотвращать последствия, нежели потом их решать. К огромному сожалению, внезапные и никаким непредсказуемые климатические изменения в сегодняшнем мире делают результаты исследований этого центра крайне востребованными в любом регионе нашей планеты и в России в том числе. Еще одно интересное направление – это в 2016 году в нашем университете, поскольку он расположен в городе Ниегата. Ниегата – это ледирующая клефертура, добрая из госпуриста и вообще, это сельскохозяйственный регион очень мощен, обладающий, кроме этого, потрясающими огромными инструкциями. Все это сделала клефертура традиционно производителем САКЭ. Я думаю, вы знакомы хотя бы со столом, если не пробовали этот алкогольный напиток. Так вот, особенности его производства, начиная от микромолекулярных и биохимических процессов, связанных с ним, заканчивая воздействием на здоровье человека, а также культурными аспектами и, конечно, экономическим эффектом от использования алкоголя в производстве, для продажи его прямой и в продуктах, прочих питаниях, сладостях, например. Сделали наукой, назвали ее с акеологией, и для этого существует специальный научно-исследовательский центр. Еще одно уникальное направление – это архивный центр по изучению аниме. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что многие студенты и аспиранты проявляют интерес к образованию в Японии, а потому что они сначала полюбили аниме. У нас каталогизируются и используются в образовательном процессе промежуточные этапы дизайнерских разработок в создании аниме. Хотелось бы остановиться на международной деятельности нашего университета. На сегодня мы гордимся взаимодействием с 39 странами и регионами. Наши приближные офисы есть в Пекине, Шри-Ланке, Умьянме, а также программа «Джейми Дэкса», которую сегодня утром упоминали, этот филиал находится здесь, в России. На сегодняшний день у нас обучается на май 2019 года 545 иностранных студентов проходит обучение в нашем университете. Как вы видите, более 60% студентов и аспирантов обучаются по гуманитарным дисциплинам, но сразу следующим за ним является очень сильное наукоинженерное отдело и сельское хозяйство. Наш ГУЗ гордится этим направлением образования. Большинство проходящих обучения слушателей предпочитают поступать не на курсы в бакалавриата, а уже приезжают как стажеры-исследователи либо обучаться в магистратуре и аспиратуре. Одна пятая обучающихся иностранных студентов имеет всевозможные формы стипендиальной поддержки. Иностранные студенты в университете Ниегата по регионам происхождения не сильно отличаются от всей остальной Японии. На первом месте, безусловно, находится Китай. Наш университет гордится тем, что за последние несколько лет Россия, доля России вышла уже на четвертое место. Более того, в этом октябре приезжает к нам еще 8 магистрантов и аспирантов. Мы очень надеемся, что и вы пополните эти ряды. Можно ознакомиться со списком партнерских учебных заведений в нашем университете. О медицинском взаимоотношении сегодня лучше, чем я, было рассказано самым первым спикером. Но я с удовольствием подробно поясню это при общении индивидуальным. А еще я хочу привлечь заключение ваше внимание к не имеющей аналогов на сегодняшний день программе возможности подготовки высоко квалифицированных кадров в области сельского хозяйства. Эта стипендиальная программа предоставляется Министерством образования Японии. И она предлагает возможность учиться в нашем университете по специальностям, связанным с климатологией, лесным хозяйством, сельском хозяйстве. Это точное земледелие и так далее. Я привлекаю ваше внимание к этой уникальной программе, потому что она действует уже следующие два года. Стоимость обучения. Сегодня об этом много говорили. И я хотела бы подчеркнуть, что в нашем университете табличка внизу заслуживает внимания. Есть форма такая поддержки мести пендиальной, как либо отсрочка, либо освобождение от оплаты за образование. И большинство заявок, подающихся в университете иностранными студентами, удовлетворяется на 30-50%. Проживание в городе Ниегата обходится несколько дешевле, чем в любом крупном городе. Ну и кроме этого, наш университет безусловно предлагает самый широкий спектр возможностей для реализации ваших днеакадемических амбиций. Спорт, культурная деятельность, возможность глубоко погрузиться в японскую культуру – все это вы найдете у нас. Очень буду рада поподробнее рассказать все об университете Ниегата. Кстати, в городе Ниегата расположено генеральное консульство, что делает проживание гражданам в России очень комфортным, удобным и безопасным. Спасибо за внимание. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые дорогие господа, и завершает блог выскопления высшего учебного заведения университетов – университет Хукаина, который я вам представлю. Простите, время для нас совершенно нет, но я делаю не быстро, а? Но все-таки я хочу отметить, что Хукаина – регион с самой вкусной гормонной едой. И ни один из японцев не оспорит это мнение, потому что самая вкусная еда – это Хукаина. Самый комфортный и любимый для проживания именно россиян тоже на Хукаине, потому что 4 четко вырезанных сезона, очень комфортный температурный режим, очень комфортный. Но, опять-таки, эти все подробности, если кого-то интересует, пожалуйста, у нас это повторить потом, я расскажу вам только о университете. Университет Хукаина является одним из старейших учебных заведений в Японии, основанных в 1876 году, как сельфер-лестный колледж. Время отцом оставать свой вывод, господин доктор Валерий Кларк, препараты делаются только на английском языке. Вот история университета представлена, мы ее пропустим. Основные принципы образования будут присутить. Посмотрите, пожалуйста, расположен университет Хукаина, главный в городе Саппоро. В городе Саппоро – это пятый приличный город Японии, из населения около 2 миллиона человек. Тоже очень комфортный для жизни. Тоже, кстати, находится в городе Саппоро – Генеральное консульство Российской Федерации. Идем дальше. Так как университет национальный, то есть представлены абсолютно все направления и все специальности. Чем бы вы не хотели заниматься, какая бы, может быть, немножко безумная идея, каких-то безумных исследований у вас не возникла, вы все это найдете в нашем университете. Потому что спектр исследований широчайшего, учитывается общее количество студентов в России, количество здравых студентов. Но вся эта информация опять-таки, опять же, походите на сцену, мы всем подробно расскажем. Университет большое очень внимание уделяет сотрудничеству с другими учебными произведениями всего мира. Кроме того, в этом году у нас появился офис университета Кукайда на территории ИГУ. Вот присутствующий здесь профессор, по которому есть директор университета. Кроме того, два координатора постоянно находятся в Москве и оказывают всю сельскую поддержку и делятся информацией. А стажировка, кстати, не только в нашем университете, но и в учебном заведении в Японии, которое вас интересует. Множество программ университет предоставляет нам английского языка для института различных по направлениям, по продолжительности, по стоимости и так далее. Это все информация, как бы, тоже доступна. И в печатном виде, и в организации пообщаемся. Значит, программа по изучению регионского языка совместно с получением диплома. Очень интересная комбинированная программа. Очень интересный летний институт. Это программа двухнедельная. Программа, если вы являетесь студентом университета партнера, она вообще бесплатная. Но если даже вам придется оплатить, сумма совершенно, мне кажется, символическая. 300 долларов. То есть за 300 долларов включается очень насыщенную двухнедельную программу лидерного института, которая позволяет в Японии познакомиться, например, очень насыщенных курсов, очень высоких курсов представленных в лидерном институте. Но кроме того, возможность познакомиться здесь с регионом, ресурсологом, создать представление в лидерном институте, то есть врачи в лидерном институте. Кроме того, врачи в лидерном институте взаимодействие с различными учебными заведениями мира. И, конечно, лучше один раз увидеть, чем что-то здесь. Посмотрите немножечко на наш прекрасный канвус. Кстати, самым большой по территории канвуса Японии. Вот площадь. И вот видите, получается, какая огромная территория. В самом центре города находится на канвусе. И добираться далеко на общественном транспорте в Лидерном институте нужно прямо в структуре. И, видите, стараются, ну, не только на шоссе, в Лидерном институте находятся старые постройки, первые постройки университетских зданий, и наряду с соединенными зданиями, соединенными лабораториями, исследовательскими церквами и так далее. Почетный профессор университета доктор Сузуки получил номер из креми по химии 17-го года. Медицинский паркет, Медицина и так далее. Университетская больница огромная. Университет, они садятся же собственный инакон Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok